Вот с такого нерадостного кадра начинается сегодняшнее видео. Сосарядки. Две штучки. Третьего я даже не нашла. Ну, здравствуйте, мои дорогие, мои подписчики, наши зрители. Всем привет! Опять новости нашего городка. На улице вот такая вот погодка. А гусики рады. Гусики с утиками наши вот. Они с гусями, реально, эти утки спокойнее и лучше себя ведут. Они разошлись, как-то, видите, кто-то за территорией гуляет, кто-то здесь. У них уже первое крещение было в пруду. Думали, так мы и останемся без уточек с гусиками. Да, мои сладкие. Гуси-гуси-гуси-гуси-гуси-гуси-гуси. Такие они плюшки. Ну, не сказать, что прям ручные. Но вот такие вот вольные птички. Но, видите, нет кипиша, как раньше в среде уток был. Вольные птички. Папа кого-то волочил. Интересно, как их пруды потом выгнать, если они в воду зайдут и все, и привет. Ну, ты ныряешь в пруд и оттуда их, похлапывая, плаваешь и выводишь их сюда. А что ты этого тащишь-то? Отпусти, он их догонит быстро. Все, прощайте, гуси-лебеди. Ну, все, до свидания, гуси. Я и говорю, до свидания. Гуси, до свидос. Наша мамочка. Лист у нее сверху. Марк стекла лежит, да, чтобы нас не замочило случайно. Вот такие уже большухи. Вот такую кормушку я тут придумала, намастырила сегодня. Вот, покажу вам. На крючочках просто такая форма, потому что она меня замучила постоянно все это, зачесывая, расчесывая тут. Вот, поилка у них на подиуме. Вроде как нормально, более-менее. Но все равно раз в сутки, раз в двое суток-то, раз в два, раза два в сутки нужно посмотреть, потому что она, бывает, ее закидает тоже. Ну, ничего. Да, моя милая, красоточка моя. Это амирукан. Амирукана порода. Вот, ножки кожаные, черные. Видите, какая красавица. Голубочек. Голубочек ты мой бородатый. Вот, и все малышки у нее живы-здоровы. Видите, уже большушки такие. Вот, ястребы тут над нами кружили, или сокол, я не знаю кто. Два персонажа таких, очень опасных для таких маленьких моих цыпочек. Но у них сверху сетка, и все, они даже в жару закрыты, поэтому мы за них как бы сильно не переживаем, пока не вылезают. Бывает, скакивают на банку и вырезают вот здесь. Но это, бывает, единичные случаи, и мы тут все. Тут как тут, пока без потерь, короче. Надеюсь, так и будет. Вот наши пуриновские индюшары. Здесь все хорошо. Хромоножка здесь выздоровел полностью. Ух, сейчас мне, наверное, прибьет молнией. Ой, наша девочка тут их подкармливает. Вот такие мои любимые голубочки. Посмотрите, какие, как маленькие свадебные голуби. Это лигорные. О, дождь начался, видите? Такие они хорошенькие и красивые. Мне очень нравятся. Петушки такие яркие, прям как игрушка. Карликовый лигорн. Вот смотрите, вот в этой партии не было вообще никаких проблем. Ни расклевыв, ничего, фу-фу-фу, никогда. Все девчоночки хорошенькие, смотрите, чистые, аккуратненькие. Но с ними не было никакого соседства. Маленькими уже разделили с другой птицей. И вот семейка вот тут исключительно сама в себе и росла. И все у них, видите, чудесненько. Вообще отличная птичка. Вот жду, когда эти малышечки занесутся, потому что они рано, если начинают лезть в носкость. 4-4,5 месяца они уже начинают нестись. Угу, угу. Прекрасно. Ах, блин. С этими индюками теперь знаешь, как можно, прости господи, избавляться от тупов. К ним кинул, и все. Два часа и ничего не будет, я чувствую. Ну-ка, отошел, говорю. Льются очень больно, конечно. А, кучиночки мои. Честно говоря, яйцо не убирала у них два дня. Да, надо вон то яйцо достать. Видите, где? А что тут? Ну, тут все в кончем ясно. Короче, два дня, вот видите, получается пять яиц. Не факт, что сегодня еще одно не снесут. Надо его достать. Короче, ладно, я сделаю потом. Вот они мои. Мои галашинки. И бролер цветной. Смотрите, какие хорошие. Очень ручные. Хорошие такая птюка. Совсем у нас не пугливые. Совсем они у нас добренькие такие. Начинаешь кормить, они готовы тут тебе на руки прыгнуть, конечно. Вот, смотрите, мы от них находимся с вами, ну, сантиметров 50. И все. И спят, и сидят, и едят. Такие мирные. Такие кормушки я им повесила. Ну, увеличила фронт кормления, так скажем. Поилки две у них, банка и бутылка. Все, заканчиваем репортаж. Слышите, какой дождь пошел? Сейчас меня заколотит. Амируканы. Вот что за птица дурная, скажите мне на милость. Вот какого рака, овца такая, стоит под дождем прямо. Потом она сейчас намокнет, и потом я ее снова буду лечить. Потому что она простынет, зараза. Или я сейчас навернусь, сломая ногу в трех местах, блин. Ну, кто-то явно пострадает. А, о, смотрите, пока добежала. Нет, ну вот это надо быть какой дурой. В воде стоять, заходи уже, заходи. Туда заходи, идиотина. Все там. Вот и сидите. Все, полетели. Малышей подсунула к новоявленной мамашек, кученке к нашей. И в итоге они бесились-бесились там, бегали-бегали. Вот один еле-еле шевелится, второй мертв. Третьего я вообще не нашла. Вот такая вот подсадочка, вот такой экспериментик. Мне, на самом деле, всегда от этого очень сильно печально. Я думала, действительно, что она сможет их воспитать. Вот к этой мамаше я попыталась восстанить сосарядочек. И, в общем-то, нашла только двух. Один вот здесь был, уже перелезший. Видимо, эта курица его быстренько прибила. А второй еле-еле живой здесь. И всю подстилку перерыла в поисках третьего. А сейчас пришла вам показать и нашла вот в том углу вот этого малыша. Он жив. Не знаю, каким образом он умудрился выжить, но он пока жив. Все, больше без экспериментов такого плана. Сажаем малыша к своим братикам-сестренкам. Ну, не знаю. Может быть, они уже нанесли ему, так скажем, повреждения внутренние. Но он в шоке-то это точно. Вот, выпустили. Ну, не знаю, что будет. Ножку это он так просто поставил, в общем. Кажется, бежит. Не знаю. Ну, короче, если здесь вдруг минус один, то я буду уверена, что это именно этот. Экспериментальный, так скажем. О-опс! Как теперь домой-то возвращаться? Ну, придется в курятнике жить. Да. Зря я сыворотку туда-сюда не поменяла на свежую, да? Смотрите, все гуляют. Хоть бы что. О, все съели. Смотри-ка, наконец-то. Это хорошо, когда летом птица доедает все, чтобы не было никакого туфлика там. Да? Гуляете? И никто не собирается особо домой. Всех устраивает, что прохладный ветер там продувает их. Ну, все. А, кстати, вот здесь положила муляж и вроде как начали садиться. В другие места опять, зараза, сидят. Две сидят опять. Ну, все, они сели на яйца вдвоем, причем на одно гнездо. Нет, две на одну кладку, это вообще уже перебор. Хватит мне, чтобы одна на одну кладку и три раза. А две на одну кладку, это надо вас, девки, что-то с вами делать. Это, кстати, шестимесячные несушечки вот эти. Все, молодочки, все уже готовы мамами становиться. Думаю, другое. Ну, все, как всегда, здоровья вам и вашей птицы. Я кушаю клубнику. Вкусная? Угу. А папе дала? Нет. Почему? Потому что я хотела откусить кусочки. Он хотел откусить кусочки? Нет, это я. А потом дать папе? Ага. Ну, большое оставлю. Вот такой. Ты не жадная? Нет. Калубенький, большой. А почему ты в халате? Я доктор. Доктор? А кого ты лечишь, доктор? Дюков, а еще всех животных. Очень хорошо. Например, сметану. Например, цыпляток. Например, курочек. Всех лечишь, да? Угу. Ты очень хороший доктор. Например, собачек. Ты очень хороший доктор. Я доктор Айболит. Да? Ты Айболит, доктор? Чудесно. А ну, а сейчас у тебя обед, правильно? Ты перекусываешь клубникой, да? Угу. Очень хорошо. Очень хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!